МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда по будням в это время, вашему вниманию информационная программа «Объективно» в Уральской вещательной компании. Здравствуйте! Сегодня выпуски. О перспективах строительства новых торговых точек в Южном районе. Заседание совета по градостроительству и архитектурно-художественному формированию облика Новоуральска. В городе формируется бессмертный полк. Заявки на участие подали уже около сотни новоуральцев. Сергей Белов, актер театра и кино, режиссер, телеведущий из Екатеринбурга, читал новоуральским школьникам стихи Твардовского и пел песни военных лет. В третьей поликлинике создано отделение неотложной помощи, чем оно отличается от станции скорой медицинской помощи. Светочей России 700 лет прошло со дня рождения Сергия Радонежского. Тематическая встреча прошла в публичной библиотеке города. Общественный совет по градостроительству и архитектурно-художественному формированию облика Новоуральска, созданный в начале этого года, обсудил возможность строительства в Южном районе двух торговых точек. Эта часть города активно развивается. Проекты интересны. Однако члены совета смотрят гораздо дальше на перспективу, чем потенциальные застройщики. Такой торговый центр один из потенциальных застройщиков хочет возвести в самом конце улицы Ленина. Застройщик претендует на шесть с небольшим тысяч квадратных метров Новоуральской земли и озвучивает, что слышит пожелания Новоуральского руководства по созданию для гаража новых рабочих мест. Одноэтажное здание, промышленная и продовольственная зоны, парковка на несколько сотен машин. Аналогичный проект уже реализуется в Артемовском. Тем не менее, увещевание в том, что сэндвич-панели и яркое цветовое решение – это типичная современная архитектура для такого вида объектов, разбились оппозицию членов совета. Ну, это коробка-коробка. Слово торговый центр, кемигамарты, мини-марты, они уже надоели, честно слово. Торговый центр вообще уже на газу зубов. Даже название, и то уже оно бы сыграло, салют положительную роль. Мы сейчас будем в целом вырабатывать стиль городских зданий, и как они смотрятся днем, и как они смотрятся ночью. Поэтому нам не хотелось потом заставлять подсвечивать здание. То есть минимальная подсветка и игра с светом должна быть обязательна. Это точно. Второе – посмотрите по входной группе в целом, чтобы не было обклеено всякими плакатами и так далее. По названию, пожалуйста, подумайте. Я почему говорю, как назовешь, так оплывем. Кедр – это кедр, да, это могут быть уже там зеленые елочки и подсветка соответствующая. Меркурий – это в неком, ну, в космическом там условно стиле, да. Тогда само название подскажет вам стилистику лицевой стенки. Вы тогда ее и подработали. Договорились? Члены совета сошлись во мнении. Больше зелени, больше благоустройства, больше освещения. А само здание должно использоваться по назначению и не стоять с пустыми площадями ни в ближней, ни в дальней перспективе. Прозвучали предложения и по их внутреннему заполнению. Новоральск, город культуры и спорта, давно уже нуждается в нечто большем, чем утилитарный магазин шаговой доступности, даже если он выполнен в веселенькой цветовой гамме. Торговые здания должны быть стильными, и проектировщики должны обязательно предусматривать в них социальную зону. С кафе, с детскими и спортивными площадками и изюминками типа мастерских по ремонту обуви или одежды или спортбаров, которыми изобилует Екатеринбург. Разработчики заверили, что идеи услышали и взяли на карандаш. Хотелось сделать очень технологичную автомойку. Значит, время ушло, моек оказалось в том районе достаточно много. Другой проект – крытый мини-рынок на земельном участке между Сбербанком и автозаправкой Сибнефть – членам совета понравился больше. И у горожан, и у предпринимателей такой рынок однозначно будет востребован. Но реализовать идею именно здесь не позволит санитарная зона других объектов. Поэтому застройщику предложили не отказываться от прежних планов на этот земельный участок и возвести автомойку. А под мини-рынок подыщет другое место. Ольга Бертье, Юрий Михайлов, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. Раньше неотложную помощь Новоуральцам оказывали медики станции скорой помощи. Теперь на базе третьей поликлиники создано отделение неотложной медицинской помощи. С ее работой познакомилась наша съемочная группа. Сегодня 16 вызовов на утро. Возможно, будет больше. Медицинский стаж Евгения Игнатьева более 10 лет. Он фельдшер скорой помощи. По совместительству работает в новом отделении неотложной медицинской помощи при поликлинике номер 3, для которого специально приобрели 3 легковых автомобиля. Кроме Евгения, вызова обслуживают еще 4 фельдшера. 2 с утра, 2 во второй половине дня. В сумке фельдшера есть все необходимое для оказания неотложной помощи больному. Работы у нас хватает. В день приходится 14-15 вызовов на фельдшера. На дом вызывается неотложная помощь. Фельдшер неотложной помощи по телефону, к тому же, которому раньше вызывали пациенты, врачи из городской поликлиники. 2-48-28. Для вызывающих неотложную помощь алгоритм действий не изменился. Набрал 03 – приедет скорая. Набрал номер поликлиники. А вот тут теперь возможны два варианта. Либо приедет неотложка, либо придет участковый врач. Есть ряд состояний неотложной помощи, когда бригада скорой помощи по большому счету не нужна. И не нужен доезд за 20 минут, где можно где-то уложиться в больший промежуток времени. И есть врач-терапевт, который может прийти через час, через два, а если у него с утра прием, он может прийти через пять, через шесть. Это тоже нехорошо. Вот неотложка, она занимает вот эту временную нишу. Кого направить, решают регистратор и заведующий отделением. Врач с большим опытом работы на скорой. Я когда был участковым врачом, то наш регистратор в первой поликлинике говорил, съезди туда, в первую очередь сюда и сюда. А вот здесь паратензелярный абсцесс. И редко ошибался. Отделение неотложной медицинской помощи на базе третьей поликлиники работает уже четыре месяца. Создавали его, чтобы разгрузить медиков скорой помощи и участковых врачей. С открытием отделения неотложной помощи мы частично разгрузили участковых терапевтов, ну, несколько уменьших количества вызывов. Но в связи с тем, что у нас терапевта катастрофически не хватает, из 29 работают всего лишь 18, поэтому нагрузка остается на них все равно высокая. Такова жизнь. Ольга Анечкова, Павел Сизов. Науральская вещательная компания. Два дня осталось до празднования 9 мая. Дня победы советского народа над фашистскими захватчиками Великой Отечественной войне. И мы продолжаем рубрику «Бессмертный полк». В ней навуральцы рассказывают о своих родных, настоящих героях, тех, кто подом и кровью каждый день приближал День Победы. Абсолютно в каждой семье есть родственники, которые трудились в тылу, воевали на фронте, но 9 мая на парад они уже не выйдут. Никогда. За них в колонии «Бессмертного полка» пойдут потомки, которые знают и помнят подвиги старшего поколения. У нас очень большая семья и много моих родственников участвовало в Великой Отечественной войне. Папа в 1944 году добровольцем ушел на фронт, в 1945 демобилизовался осенью, а в 1946 его уже призвали на действительную срочную службу. И он до 1952 года служил в Западной Украине, в Закарпатье. Так что у него война закончилась в 1952 году только. Его сестра, тетя моя, она с 1942 года на фронте, она наводчик зенитного орудия. То есть до 1945 года, до самого демобилизации, она была в действующей армии. Муж папиной сестры закончил войну в Кенигсберге командиром роты разведчиков. После этого работал в Подмосковье начальником цеха на Раменском заводе. Мой родной дедушка, папа моей мамы, военный инженер второго ранга. Сначала он взрывал мосты и железные дороги при отходе от побежей нашей Родины. А потом обратно строил дороги и возводил мосты для того, чтобы к фронту вовремя поступало боеприпасы, питание и солдатики. Брат моего дедушки, тоже командир стрельковой роты, закончил войну в 1945 году, жил в Кривом Рогу. Мы очень часто ездили туда в гости. Бабушкин брат Григорий Петрович, военный летчик, был сбит в 1942 году, попал в плен. В 1944 году был повешен фашистами за несколько побегов. Дорогие ветераны, мы очень благодарны вам за то, что вы сделали. За то, что вы сделали во время войны. За то, что вы сделали после войны. За то, что вы восстановили страну, построили новые города. Спасибо вам за все. Мы очень рады, что вы сегодня вместе с нами. Ну а тех, кого вместе с нами нет, за них на Параде Победы пройдемся мы. Их внуки и правнуки. Всех поздравляю с праздником. И ветеранов, и жителей города. С праздником Великой Победы. Всего вам всем хорошего, здоровья и счастья. 9 мая на Аллее Боевой Славы в 10 часов начнется митинг, посвященный празднованию 69-й годовщины со дня Великой Победы. Цветы к вечному огню традиционно возложат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, работники предприятий и организаций города, школьники, студенты. Колонна бессмертного полка собирается в 9.30. На сегодняшний день заявилось уже около ста навуральцев, желающих присоединиться к этой общероссийской инициативе. После митинга начнется традиционная легкоатлетическая эстафета. Далее праздник продолжится на Аллее Трудовой Славы, впервые после длительного перерыва. Народные гуляния пройдут и в Центральном парке культуры и отдыха. В 15 часов здесь начнется победный концерт с участием баян-шоу Руслана Манина из Екатеринбурга творческих коллективов Навуральска. В 18 часов танцевальная программа в сопровождении муниципального духового оркестра «Послевоенная танго». Комплексный репортаж с празднования Дня Победы смотрите 12 мая. А 9 мая с 10 утра и до полудня Навуральская вещательная компания будет вести прямую трансляцию с митинга возложения цветов к вечному огню. Многие из ветеранов по состоянию здоровья не смогут прийти на митинг. И в первую очередь это наш подарок для них. По данным Комитета по делам молодежи, семиспорту и социальным программам сегодня в Навуральске проживают всего 85 участников Великой Отечественной войны, 1517 тружеников тыла, 24 узника концлагерей, 20 блокадников Ленинграда. События Великой Отечественной войны никого не оставляют равнодушными. Современное поколение узнает о подвигах тех лет из рассказов ветеранов, документальных и художественных фильмов и, конечно, из произведений литературы. Все это воспитывает патриотический дух молодежи. Поэт Александр Твардовский, принявший участие в военных действиях, на себе испытал тяготы и потери. В то нелегкое время его произведения давали людям надежду на завтрашний день. В поэме Василий Теркин поэт показал фронтовую жизнь. В ней проявилось своеобразное понимание Твардовским героического. Сегодня стихи Твардовского, песни военных лет, перед новоуральскими старшеклассниками в Доме культуры УХК исполнял Сергей Белов, актер театра и кино, режиссер, музыкант, ведущий программ на 41-м канале в Екатеринбурге. Встреча была посвящена предстоящему Дню Победы. Таких встреч должно быть больше. Мы сегодня разучились быть в зрительных залах, получать удовольствие. Вы знаете, что здесь мы все лечимся с вами, выздоравливаем. Мобильные телефоны убирайте, пожалуйста. Как они мне мешали сегодня, ваши светящиеся лица. Лучше бы они светились от песен. Для людей военного времени стихи Александра Твардовского были как глоток свежего воздуха. Избегая высокопарных слов и героического пафоса, автор описывал будни фронтовой жизни глазами простого солдата. Вдруг колонны на пути, будь ты пеший или годный, а с машиной стой. И жди. С толком пользуйся стоянкой, разговор, не разговор, наклонился над баранкой. Смолк шофер, заснул шофер. Сколько суток полусодных, сколько верст в бурде слепой, на дорогах занесенных он оставил за собой. Смелый нахочуй в бою и в то же время скромный и веселый. Главный герой поэмы сразу полюбился читателям. Неудивительно, что еще в годы войны поэма Василий Терки получила всенародное признание. Я вижу отклик, я вижу, как маленькие дети у них открываются, шевелятся губы, значит, и они поют, подпевают эти старинные песни. Это очень важно, потому что генетическая память очень сильная. Когда мы сделали премьеру этой программы впервые там у нас в Лаврово, было от маленьких и до самых старших. И когда все это произошло, овации сумасшедшие были. Я говорю, вот что поняли, что часть огромная держава, они кричат, да, из зала эти дети. Потом прибежали подростки, лет по 13-14, девчонки, мальчишки стали пуйвицы обрывать с этих солдат, значит, на сувениры. Понимаете, вот настолько это крепко, поэтому и 9 мая, ведь оно же один из самых любимых праздников в народе. В наши дни такие встречи лучший способ разбудить патриотические чувства у читателей подрастающего поколения. Мы читали уже эту поэму, уже проходили ее, сейчас абсолютно по-другому ее услышали, и это гораздо интереснее, чем проходить ее на уроке. Огромное впечатление все произвело на меня, как жили в те времена, какие эмоции, чувства у них были. Я думаю, что после таких литературных, музыкальных композиций обязательно будет перечитано произведение. Ну, пусть не всеми, но многими. Я сейчас слышала отзывы учеников, им очень понравилось. Михаил Козлов, Антон Сапогов, Геннадий Донгузов. Новоуральская вещательная компания. На днях в Новоуральске побывал епископ Нижнетагильский Исеровский Иннокентий. С его благословения Центральная публичная библиотека открыла культурно-просветительский проект «Светочи России». Прошедшую вчера встречу решили посвятить преподобному Сергию Радонежскому, великому подвижнику русской земли, со дня рождения которого в этом году исполнилось 700 лет. Сергий Радонежский, а в миру Варфоломей. Монах русской православной церкви. Он родился в смутное для Руси время. Государство было раздроблено на множество враждовавших между собой княжеств и находилось под татаро-монгольским игом. На прошедших в Центральной публичной библиотеке сергиевских чтениях участники вспоминали важнейшие вехи жизненного пути святого и чудеса, которые он успел сотворить. Жизнь Сергия, как вдохновение к вершине духа и добра, каким-то тихим просветлением под зрелость и озарена. Монах, аскет и чудотворец. Сергий быстро завоевал уважение у русских князей. Именно он благословил Дмитрия Московского, впоследствии прозванного Донским, на битву с ханом Мамаем на Куликовом поле. Объединенное русское войско одержало победу, а авторитет Сергия Радонежского упрочился. На его примере мы снова имеем ту надежду и тот вектор, в котором направлении необходимо развиваться и собираться. Сегодня праздник твой, о Сергий преподобный, и торжествует лавра, бьют колокола, идёт все книжки к тебе, духовно суть голодный, твои благие поминаются дела. Чтения были организованы библиотекой совместно с Духовно-просветительским центром во имя преподобного Сергия Радонежского и семейным клубом традиционной народной культуры «Кладезь». Встречи, посвящённые 700-летию со дня рождения святого, будут проходить в библиотеке в течение всего года. В своём клубе с такими же мамочками, которые понимают, что это нужно делать, и это нужно передавать своим детям непосредственно от родителей к детям, как это всегда было на Руси, это начали делать вот этот проект «Светоча Россия». Я считаю, что не без покровительства самого батюшки Сергия эти дела творятся. Дарья Максимкина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. Скоро у школьников начнутся самые длительные в учебном году каникулы. Отряд МИК и ГИБДД Новоуральска провели в преддверии летнего отдыха детей профилактическую акцию. Юные горожане раздавали водителям памятки, календари и обращения, чтобы взрослые, управляя автомобилем, были предельно внимательны за рулем. Здесь тем, что скоро у нас наступают каникулы, проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» Вот ребята с вами сейчас побеседуют. Здравствуйте. Ребята, приготовили для вас письма, которые они написали сами. Желаем вам безопасных дорог. Будьте внимательны. Спасибо. Главная цель профилактической акции привлечь внимание пешеходов и водителей к вопросам безопасности на дорогах. Особо это актуально в преддверии летних каникул, когда у детей появляется много свободного времени, а некоторые без всякого контроля гуляют по городу. Отряду МИК уже четыре года, а подобные акции традиционны. Сейчас среди активистов ребята из 45-й, 40-й, 49-й, 56-й и 54-й школ. Совместно с инспекторами ГИБДД они раздают водителям листовки, календари и просят водителей предельно внимательными за рулем, особенно во время летних каникул. Скоро каникулы и надо соблюдать правила дорожного движения. Чтобы они не превышали скорость на данных участках дороги, не проезжали на красный, когда опаздывают, и чтобы пешеходов всегда пропускали. Михаил Козлов, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Музыкальная школа объединяет семью. Это подтвердил третий открытый фестиваль семейного музыкального творчества «Гармония», рассказывает Илья Борисов. Самое важное в жизни человека – его дети. Наблюдать за тем, как твой ребенок растет и развивается – большое счастье для любого родителя. Около 15 лет назад в детской школе искусств был создан замечательный проект «Семейная музыкальная гостиная». И юные музыканты вместе со своими родными могут выбрать себе произведение по вкусу и исполнить его ансамблем. В 2012 году формат мероприятия слегка изменился. Несколько лет назад, когда школа активизировала свою работу с детьми, с молодежью, с ограниченными возможностями здоровья, вдруг возникла идея провести совместный вот такой вот фестиваль. Потому что наши друзья из семейного клуба «Кедр» – это очень активные, творческие люди. Семьи, воспитывающие действия с нарушениями, общаются и на равных, выступают с другими семьями. Фестиваль под названием «Гармония семьи» проводится в малом зале ДШИ. Камерность обстановки, использование семейных реликвий, фотографий создают атмосферу домашнего уюта. Выступающие одновременно являются и зрителями. Преподаватели помогают семьям-участникам в разучивании вокальных или инструментальных произведений. Основное время в период реализации проекта занимает подготовительный этап подбор репертуара, репетиции, создание видеопрезентации. Я буду играть в малом зале на пиамино. Я буду играть песенку про бабку-ёжку и про цыпляток. Фестиваль – это народный конкурс, который принимает всех артистов, взрослых, детей, мам, бабушек, дедушек. Я буду сегодня выступать со своей старшей сестрой на фортепиано, играть про петю. Мы очень рады участвовать и вообще очень рады таким мероприятиям, потому что мы показываем все свои возможности, стараемся, и стараемся быть с детишками, с другими, всеми вместе. С 2012 года Комитет по делам молодёжи, семьи, спорта и социальным программам администрации НГО включил фестиваль в программу адаптации детей и молодёжи с ограниченными возможностями. За помощь и поддержку семейный клуб «Кедр» выразил благодарность комиссии полномолодёжной политики Думы НГО и её председателю Елене Стрельцовой. Илья Борисов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. О погоде на среду 7 мая. Утром облачно с прояснениями. Небольшой дождь. В течение дня переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5-12 градусов. Днём 11-13, выше нуля. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск новостей подошёл к концу. Будьте с нами завтра в это же время и будете в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова